Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Деяние апостолов, 22 глава, 14 стих. Он же сказал мне, Бог Отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глаз из уст Его. О, Кавани, прекрасно сказал Бог Отцов, чтобы показать, что они не иудеи, а отступники от закона, и поступают не по ревности о Боге. Прямо говорит так сильно, потому что если Иисус праведник, то они преступники. 15-18 стихи. Потому что ты будешь Ему свидетелем перед всеми людьми о том, что ты видел и слышал. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи свои, призвав имя Господа Иисуса. Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в выступление и увидел его. И он сказал мне, поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне. Толкование. Господь убеждает Саула посредством того и другого чувства, то есть посредством зрения и слуха. Свидетели на то и свидетели, чтобы свидетельствовать не перед теми, которые знают, но перед теми, которые не знают. Но это и великое пророчество. И посмотри, оно исполнилось, потому что своими делами, своими страданиями, своими словами Павел действительно стал свидетелем у всех людей. 19-22 стих. Я сказал, Господи, им известно, что я верующим в Тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и истерег одежды побивавших его. И он сказал мне, иди, я пошлю тебя далеко к язычникам. До этого слова слушали его, а за си подняли крик, говоря, истреби от земли такого, ибо ему не должно жить. Толкование. Сказал это, не противоречивая Христу, но желая понять такую непонятную вещь. Но Христос не объяснил ему, а сказал только, чтобы он шел. Напомнил им об одном жестоком убийстве. Когда Стефан обличал их в то время, они не вынесли. 23-29 стихи. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух. Тысяченачальник повелел везти его в крепость, приказал бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику, «А разве вам позволено бичевать римского гражданина? Да и без суда!» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, «Смотри, что ты хочешь делать, этот человек римский гражданин!» Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал, «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал, «Да». Тысяченачальник отвечал, «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал, «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Толкование. Но ведь от них, так как они вопили, следовало узнать, их спросить, Что они подозревали в словах Павла? Ну, тысяченачальник просто угождает власть и делает в угоду им, потому что не о том заботился он, как бы по справедливой поступить, но о том, чтобы утишить их гнев, хотя и не справедливый. Не солгал Павел, сказав, что он римлянин, потому что отец его, ради представительства, купил себе это имя за деньги. Так как великим подсчетом пользовались удостовавшиеся называться этим именем. Говорит же это Павел, чтобы в случае наказания его не стали относиться к нему с презрением. Если бы его наказали, то дело дали бы иной ворот и убили бы его. А теперь, хотя и не по иной причине, а по той самой, что он римлянин, не только не наказали его, но и отпустили. Два преступления, полагает Павел, в наказании себя. Одно то, что хотели наказать его без суда, другое то, что хотели наказать римлянина. Поэтому и больше страха навел на них. Отец его был римлянин. Прежде чем родился Павел, Киликия перешла уже под власть к римлян. Поэтому и отцу его, как перешедшему под их власть, необходимо было быть римлянином. Павел же, согласно пророчеству, связан был в Иерусалиме. И исполнилось пророческое слово. «Итак, не ложь, что он римлянин, потому что тысяченачальник испугался того, что он римлянин, то есть человек знатного рода». На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему Синедриону, и, выведя Павла, поставил его перед ними. Глава 23, 1-й, 5-й стих. Павел, устремив взор на Синедрион, сказал, «Мужи, братья, я всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня». Первосвященник же Анания, стоявший перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел сказал ему, «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня». Предстоящие же сказали, «Перезведь священника Божия поносишь!» Павел сказал, «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем, не злословь». Толкование. Говорит уже не к народу и не к толпе, «Не сознаю себя в своих поступках, ни в чем виновным перед вами и достойным этих уз. Приступая же закон, то есть будучи виновен в беззаконии, как бы говорит, будучи достойным весьма многих наказаний». Да, Павел принимает вид, что не знает, но это было не вредно, а полезно для слушателей. Но я очень убежден, что Павел действительно не знал, что Анания архиерей. Так как Павел прибыл недавно в Иерусалим, с иудеями не обращался и видел Ананию среди многих других лиц. Да, среди многих и разнообразных лиц архиерей был и незаметен. Стеной же подбеленной называют его, потому что, хотя Анания принимал светлый образ человека, который как бы защищает закон и судит по закону, но мысль его была полна беззакония. Поэтому Павел изобличает в нем лицемерный вид наружного расположения к закону. Шестой, восьмой стих. Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в Синедрионе, «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея, за чайние и воскресение мертвых меня судят». Когда же он сказал это, произошла расприя между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. Толкование. Опять говорит по-человечески, но всюду богат благодатью. Не обманывает, однако, и здесь, потому что предками он фарисей. А так как иудеи не хотели сказать, за что обвинять его, то он считает себя вынужденным высказать это сам. За чайние и воскресение мертвых меня судят и оправдывает себя самым обвинением их и их клеветою. Саддукеи же, будучи несмысленный, не знали, быть может, даже Бога, поэтому не верят даже тому, что будет воскресение. Однако, саддукеи не признают трех положений. Воскресение, бытия ангела и бытия духа. Но дух и ангел одно и то же. Кроме того, слово «обои» и то, и другое говорит и о трех предметах. «Писание людей некнижных и рыбарей не следует измерять в меру изящной внешней отделки, какой отличается сочинение писателей-специалистов. От этого рождается ереси». Комментарий Игнатия Лапкина. К данному изречению блаженного Феофилакта на протяжении прошедшей тысячи лет сколько некнижных людей прислонилось и утешилось. Апостол Павел подтверждает, 1 Коринфянам 1.26 «Посмотрите, братья, кто вы, призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Со стороны книжных и ученых людей исходит мнение, что им, грамотным и мудрецам, ученым-ужам, открыто многое, и они могут богословствовать в изящной форме. Но Господь иногда пострамляет и мудрых совершенно незнатными людьми, как это мы видим в житиях святых. Очень часто человеческая мудрость, человеческие знания убивают духовное, просветленное, и остается одна надменность, кичливость, превозношение, снобизм. Блаженный Иероним восхищался Цицероном, изящностью его слога по сравнению с непривлекательным и грубым слогом Библии. Как доказать такому... Как доказать? Как доказать такому грамотному, защитившему диссертацию, профессору богословия, что он неправ. Какие действенные методы есть у Бога, чтобы укротить человеческую гордыню? Оказалось, только один способ. Бог посылает ангела, который истязает его плетью, и наставляет на путь истинный. 15 июня. Житие Иеронима. Желающие привлечь людей на сторону Христа спрашивают. Какой самый доступный и простой способ нужно избрать в беседе с людьми? Прямо читать им Библию или пересказывать содержание своими словами? На основе сорокалетнего опыта отвечаю. Только на основании Библии. И в первую очередь Евангелие, цитируя, и еще лучше, читая вместе с собеседником, прося его кое-что назаучить наизусть с точным запоминанием названия книги, главы и стиха, и только после этого разъяснять потолкованию святых отцов простыми и ясными словами, близкими к словам священного писания. Подавляющее число ересей в Церкви Христовой в продолжении 20-ти столетий исходили от людей грамотных, изящных словесностей. Писания людей некнижных и рыбарей не следует измерять меру изящной внешней отделки. Какою отличается сочинение писателей-специалистов? От этого рождается ереси. 9-й и 10-й стихи Сделался большой крик, и встав, книжники полисейской стороны спорили, говоря, «Ничего худого мы не находим в этом человеке, если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться Богу». Но как раздор увеличился, то тысяча начальника, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти, взять его из среды их и отвезти в крепость. Толкование. Боялся, чтобы не растерзали Павла, так как он сказал, что он римлянин, и дело было недалеко от опасности. Наконец, воины похищают его, но думаю, как свою собственность. 11-й и 13-й стихи Следующая ночь Господь, явившись ему, сказал, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить. Да коли не убьют Павла, было же более сорока сделавших такое заклятие. Толкование. Но он являлся Павлу прежде, чем последний, не впал в опасность, так как Господь укрепляет нас и посредством скорбей, и по явлении своем соизволяет спасти жизнь его человеческими средствами. 14-й и 15-й стихи Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали, «Мы, клятвы, заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы с Синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде, нежели он приблизится, готовы убить его». Толкование. Вместо того, чтобы сказать, они сказали, что отрекутся от веры в Бога, если не сделают того, что задумали. Таким образом, давали ли они должное обещание? Они подклятвы, как обманщики. Удалось ли бы им убить Павла, они снова подвергали себя проклятию, как убийцы, или предавал их Анафиме Бог. 16-й и 24-й стихи «Услышав о всем умысле, сын сестры Павловой пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла. Павел же, призывав одного из сотников, сказал, «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал, «Узник Павел, призвав меня, просил отвезти к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе». Тысяченачальник, взяв его за руку и, отойдя с ним в сторону, спрашивал, «Что такое имеешь ты сказать мне?» Он отвечал, «Что иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла перед Синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем». «Но ты не слушай их, ибо его подстерегает более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его, и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения». Тогда тысяченачальник отпустил юношу, отпустил юношу, сказав, «Никому не говори, что ты объявил мне это». И, призвав двух сотников, сказал, «Приготовьте мне воинов пеших двести, конных семьдесят и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию. Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, припроводить его к правителю Феликсу». Толкование. «По Божьей устроению было то, что иудеи не заметили, как он мог слышать. Снова спасается Павел следствием человеческой предусмотрительности, так как он всех, даже сотника, оставляет в неведении, чтобы не обнаружилось дело. Не следует ставить в осуждение Павлу того, что он боялся опасности. Это свидетельствует лишь о слабости его природы, так как он был человек, и должно служить похвалу его воле, так как, и страшась ударом и смерти, «Наверное, туда головой маленько ближе, чтобы слух лучше был». «Он не сделал из-за страха этого ничего недостойного себя». 25-35 стихи. «Написал и письмо следующего содержания. Клавдии Лисии достопочтенному правителю Феликсу радоваться. Всего человека иудеи схватили и готовы были убить. Я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он римский гражданин. Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в Синедрион их и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков. А когда меня дошло, что иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него пред тобою. Будь здоров! Итак, воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в антипатриду. А нас в другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость. А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла. Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и указав, что из Киликии, сказал, «Я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители, и повелел ему быть под стражей выродовой притории». Толкование. Вот и письмо, написанное в защиту его и в обвинении иудеев. Посмотри, Павел признается не винным не иудеями, а иноплеменниками, как и Христос Пилатом. Глава 24. Через пять дней пришел первосвященник Канания со старейшинами и с некоторым риттером Тертулом, которые жаловались правителю на Павла. Когда же он был призван, то Тертул начал обвинять его, говоря, «Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, да вастопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему опечению благоустроением всего народа. Но чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением». Толкование. Замечательно, что в Кесарии был претер Ирода. Снова не достает чего-то в этих словах для полноты мысли, которая должна быть такова. Они представили обвинительную против Павла записку. Видишь, как с первого раза предрасполагает похвалами свою пользу судью и как старается выдать Павла за нововодителя и возмутителя. Пятый, девятый стих. «Найдясь его человека, язву и общество, возбудителя мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем назарейской ереси, который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону. Но ты, святачальник лисий, придя, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе, повелев и нам, обвинителем его, идти к тебе. Слава Иисусу Христу! Ты можешь сам, разобрав, узнать от него и о всем том, в чем мы обвиняем его. Иудеи подтвердили, сказав, что это так, толкование. Принадлежать к числу назарея было дело позорным, поэтому тертилу не чижал Павла и с этой стороны. Так как Назарет был ничтожным городом, называют Назареев еретиками, как будто и такая секта существовала у иудеев. Но тертил был дьелин, поэтому он именно и ораторствовал или обвинял Павла. 10-15 стихи. Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал, «Зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело. Ты можешь узнать, что не более 12 дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения. И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение и не могут наказать того, в чем теперь обвиняют меня. Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое не называют с ересью, я действительно служу Богу отцов моих и веру всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». Толкование. Настолько, говорит Павел, далек я от того, чтобы воздвигать возмущение, что пришел в Иерусалим для поклонения, останавливается на этой мысли потому, что она представляла сильное доказательство его невинности. Когда после призвания быть христовым апостолом Павел говорит, что он служит отеческому Богу, то он показывает этим, что Бог Ветхого и Нового Заветов один и тот же, путем же называет веру или предание. 16-21 стихи. «Посему и сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношение. При всем нашли меня очистившегося в храме ни с народом и ни с шумом. Это были некоторые осийские иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня. Или пусть все и самые скажут, какую нашли они во мне неправду. Когда я стоял перед Синедрионом, разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение воскресений мертвых я ныне судим вами». Толкование. Совершенный добродетель являем мы тогда, когда и людям не подаем поводов к соблазнам и перед Богом стараемся быть непорочными. А что я говорю правду, так об этом свидетельствуют сами обвинявшие меня. Обвиняющие меня. Не избегать обвинителей, но быть готовым дать ответ всякому знак несомненной правоты. Сначала они на то и обиделись, что я проповедовал воскресение, потому что после этой проповеди удобно было присовокупить и то, что относится ко Христу, именно, что он воскрес. 22-23 стихи. Выслушав это, Феликс отстрочил дело их, сказав, рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении. А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему. Толкование. С намерением отложил дело, то есть не с тем, чтобы изучить его, но с тем, чтобы удалить иудеев и дать отславу Павлу, так как не хотел ради них наказывать его. Наставленный из Ветхого Завета тому, что относилось к Христу, Феликс хорошо знал веру Павла и не освободил его по человекоугодливости. А может быть он думал получить от Павла и денег, знал же Феликс о том, что относилось ко Христу, как имевший жену иудеянку, от которой он часто слышал об этом. 24-27 стихи. Через несколько дней Феликс, приедя с друзилой, женой своей, иудеянкой, призвал Павла и слушал его о вере во Христа Иисуса. И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». При том же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его. Посему часто призывал его и беседовал с ним. Но по прошедствии двух лет на место Феликса поступил пропорции Фест. Желая доставить удовольствие иудеям, Феликс оставил Павла в узах. Толкование. Бывая иудеянкою, она против закона вышла за Елена. Или, быть может, она хотя и была иудеянка, но вышедшая замуж стала Еленкой. Поэтому-то она, желая обратить и мужа и сделать его пришельцем, пришельцем, и сообщила ему свою веру. Такая сила заключалась в словах Павла, что и начальник испугался. Видишь, какое правдой дышит то, что пишется. Часто призывал Павла не потому, что удивлялся ему, или что одобрял его речи, и не потому, что желал уверовать, но потому, что надеялся, что ему дадут денег. Глава 25. Первый, второй стихи. Фест прибыл в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим. Тогда первый священник и знатнейший из иудеев явились к нему с жалобой на Павла и убеждали его, говоря, прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим, и злоумышляли убить его на дороге. Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражей, и что он сам скоро отправится туда. И так сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его. Пробыв уже у них не больше восьми или десяти дней возвратился в Кесарию, и на другой день всем на судейское место повелел привезти Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Он же в оправдание свое сказал, я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесаря. Фест, желая сделать угождение иудеям, сказал в ответ Павлу, хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом? Павел сказал, я стою перед судом Кесарем, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекайся умереть, а если ничего того нет, в чем обвинять меня, то никто не может выдать меня им, требую суда Кесарева. Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал, ты потребовал суда Кесарева, к Кесарю и отправишься. Толкование. Вот ясные и открытые показания. Я, говорит Павел, соблю себя чистым во всем, не согрешил ни против Бога, ни против закона, ни против человека, ни против церкви, храма, то есть я никогда не бесчестил храмов иудейских, построенных из камней, хотя знаю и проповедую, что Бог живет не у рукотворенных храмов, также никогда не оскорблял совести иудеев поношением и хиерея, хотя более вы же не внемлю и архиереем иудейским. Хочу идти в Рим к Кесарю и там принять суд, требую, говорит, этого от тебя. Митарий Игнатия Лапкина. Проповедник должен очень много знать и постоянно учиться, в первую очередь исключительно хорошо знать священное писание, то есть Ветхий Завет и Новый Завет, почти на память, исключительно хорошо знать толкование священного писания по святым отцам и лучше всего запомнить толкование по блаженному феофилакту. Очень хорошо знать все каноны селенских и поместных соборов и святых отцов, разбираться во всех современных религиях и особенно тех, с представителями которых приходится беседовать, быть в курсе основных мировых событий и знать их трактовку по священному писанию. Для отъезжающего на миссионерский труд нужно быть хорошим врачом, земледельцем, строителем и портным. И только после этого, если не вслух, то перед Богом ты можешь сказать относительно своей проповеди «Знаю и проповедую». Не случайно во времена, когда молодой Савл сидел у ног Гамалиила, в тогдашнем университете изучалась одна дисциплина – «Знаю», где духовное сравнивается с видимым телесным, то этот телесный ученик должен был знать так, как знает учитель. Посолом 88-38 «Вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах». Чтобы узнать верность луны, человечество потратило 3000 лет, прежде чем получило образцы лунной поверхности. И теперь мы знаем Божий подтвердить верность Божию, верность в его обетованиях и относительно нашего спасения. Оно твердо, как луна. Изучив это, ты можешь сказать, знаю и проповедую. И так во всяком деле. 13-15 стихи. Так, все. Фу.